В совещании по понедельникам глава Станислав Суханов начал с процедуры награждения. Благодарственные письма главы за многолетний добросовестный труд получились в связи с предстоящим днем торговли руководители салона парикмахерской Адам и Ева Евгения Муравьева и парикмахерской Елизавета Людмила Рычкова и руководитель ювелирного салона «Золотое руно» Эдуарда Браменко. Перед началом совещания глава представил нового начальника сельхозуправления Константина Сизикова. Константину Анатольевичу 40 лет. 20 из них он отработал на комбикормовом заводе в последние годы в качестве заместителя. О социально-экономическом положении городского округа в 2015 году доложила начальник отдела экономики городской администрации Вера Сухогузова. Темпы роста крупных промышленных предприятий, составляющих основу экономики, в 2015 году снизились и определились в среднем на уровне 85%. Замедлились и темпы роста в сельском хозяйстве. Продолжает снижаться численность работающих в промышленности. За прошлый год она сократилась на 344 человека и составила 10 763 работника. Средняя заработная плата составила 27 954 рубля. Несмотря на рост в 107,9%, скорректированная на коэффициент инфляции реальная заработная плата снизилась на 5,7%. В образовании и здравоохранении реальное снижение составило 10,8% и 12,3%. Соответственно, пенсионеров ежегодно добавляется порядка 300 человек. Средняя пенсия за 2015 год составила 11 919 рублей. Умерло за год 736 человек, а родилось 657. Естественная убыль составила, таким образом, 79 человек. Именно столько потерял город от общей численности своего населения, которое составляет на сегодня 48 576 человек.